Привет! Сегодня я вам расскажу о такой прикольной штуке, как стабилизатор для смартфона Osmo Mobile 2 от DJI. Цифра 2 в названии модели указывает на то, что это модификация вышедшего ранее устройства. Ошибочно думать, что данный стабилизатор круче и навороченнее, чем его старший брат. Напротив, эта модель проще, компактнее, а главное, дешевле. Уступает ли она функциональностью первому? Давайте разберемся вместе. Начнем, пожалуй, с комплектации. Буквально пару слов, потому что тут не о чем долго рассказывать. Стабилизатор, кабель, инструкция, прям талмуд. И вот такой неприглядный кейс, который, несмотря на свой более чем скромный вид, отлично защищает устройство от механических воздействий. Вот, в общем-то, и весь комплект. Osmo 2 легче и компактнее первой модели. Стабилизатор с закрепленным на нем телефоне весит чуть больше, чем полкилограмма. Кисть не устает даже, когда ты долго снимаешь без перерыва. Держать девайс удобно благодаря чуть широковатой поверхности пластика. Он не выскальзывает из рук. Коннектится стабилизатор со смартфоном при помощи Bluetooth Low Energy 4.0. Чтобы Osmo Mobile 2 работал идеально, его необходимо подключать через мобильное приложение. И неприятный сюрприз Progo. Progo позволяет снимать видео при максимальном разрешении 720p. Если вас это не смущает, тогда стабилизатор вам в руки. Ну а если вы хотите записывать видео в лучшем качестве, тогда просто отключаем приложение. В принципе, стаб будет нормально работать и без него. Но доступ к дополнительным плюшкам будет ограничен. Кстати, о плюшках. Active Track позволяет всегда следить за выбранным объектом. Это очень удобно при динамической съемке на бегу. Без глюков не обойдется, но в целом функция работает как надо и позволяет снять яркие экшн-кадры даже на камеру телефона. Старый добрый таймлапс ускоряет время, а Motion Timelapse позволяет сделать плавное видео и при этом не стоять на месте. Ну и как бонус, возможность снимать панорамные снимки. В Osmo Mobile 2 батарея несъемная, поэтому важно перед тем, как будете его использовать, зарядите до конца. Ведь если он внезапно сядет, то зарядить его по-быстрому не получится. Для полной зарядки вам понадобится 2 часа. В идеальных условиях использования аккумулятора хватит где-то на 15 часов. А еще от стабилизатора можно зарядить смартфон. Как по мне, ну очень полезная фишка, особенно с S8. Подводя итог, могу сказать, что Osmo Mobile 2 далеко не идеален. Но снимать видео с ним лучше, чем без него. Все же надеюсь, что компания DJI продолжит разработку и выпуск стабилизаторов для смартфонов. И вскоре мы получим более технологичный современный стаб за адекватные деньги. Понравилось видео? Жми на колокольчик, ставь лайк и увидимся. Пока! Пока!